итак ребята всем привет вы на канале эндрю смайл у нас сегодня в гостях мой уже стало быть постоянный оператор друг с которым и брос который меня встречал вы видели этот ролик можете посмотреть нью-йорк он меня встретил оформил все рассказал и сейчас он готов поделиться тоже своей историей его зовут слава слава привет меня зовут слава я из украины и мне здесь один и здесь будет его вот смотрите внизу вот тут его будет никнейм в инстаграм подписывайтесь если кто-то находится в нью-йорке он сможет снять чикаго либо в нью-йорке он сможет снять офигенное для вас видео совсем недорого речь сейчас пойдет о иммиграции о нашем пути то есть как мы приехали и так далее расскажи пожалуйста как это все было у тебя на начальной стадии как ты вообще вылетел откуда ты родом вообще как я говорил меня зовут славик на тот момент когда ехал в америку мне было 20 лет я язык я из украины и летел я из москвы в мехико сити с пересадкой на кубе пересадка у меня на кубе было 16 часов факт в том что я когда летел в мексику у меня были билеты только в одну сторону обратных билетов не было и собой мне было в наличии только 500 долларов наличными не было ни карт только наличка этих бы даже наличных денег не хватило бы чтоб уехать обратно хочу сказать о том что никаких проблем нет никаких виз для кубы не надо то есть выходит спокойно выходите и у вас есть месяц на что посетить эту страну после этого я вернулся в аэропорт без всяких каких-то проблем никаких проверок вообще никаких проблем никто даже не спрашивал че эту делаю че тут забыл скажи как ты был одет это тоже зачастую важно одет был вообще все по стабильному я был в обычных джинсах обычная футболка и рюкзак но люди сразу как я только был где-то на клубе был в мексике люди сразу спрашивали откуда ты потому что многие говорили что я похож на гринга американского знаешь такой солененький я прилетел в мексика сити никаких проблем абсолютно не было никаких проверок они меня просто был один вопрос цель визита я объяснил то что турист я прямо на русском сказал я особо английский вообще не понимал я просто турист турист и все короче они поставили мне штамп дали бумажку какую-то дается виза на полгода не знаю как ты из россии но я брал электронное разрешение для посещения мексики у меня тоже я я его оформил буквально за две минуты то есть это роботки выдает его начатываешь и все с этим садишься я могу даже поправочки за то что по-моему только три страны может получать электронное разрешение это насколько была информация счетом год назад актуально это турция украина если не ошибаюсь россия россия по-моему сейчас уже ввели все сразу на визу надо ведь его сочи начать но украина я знаю что что точно осталось и турция 3 какая-то страна точно даже вам не скажу какая был в мексике сити два дня очень сильно нервничал потому что знал что иду на такой путь и полетел я в тихуану вот в самый момент такой что у меня был ночной рейс это я садился в 9 вечера или в 8 вечера и прилетал туда поздно примерно 12 ночи помню точно что в тихуану прилетал около 12 и ходят слухи очень часто о том что на тихуане очень часто людей останавливают и спрашивают цель прибытия начинать докапываться начинают спрашивать обратные билеты какой вас тур и так далее это все потому что якобы в интернете есть договор договоренность между америкой и мексикой о том что приграничные как она как города штаты мексики должны проверять бдительность дабл ч как право говорится ну да 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 вот в принципе я уже слышал очень много по ютубу что только выходит с аэропорта те сразу иди сюда тебя уже там авто фото фотографиям смотрят будут спрашивать то есть я тоже выходил такой ну такой выходит сейчас они меня так сделают а мне нет ни обратных билетов у меня нет денег на обратные билеты это с ними сейчас будут загребать я английского абсолютно не знаю и испанский то вообще даже и не будем об этом говорить но я только вышел и меня абсолютно даже никто не трогал вот вообще и я кстати тоже я приезжал вот именно поздним вечером возможно они уже уставшие и если вот дневные какие-то рейсы они может быть сильно досматривать а если ночной то я попал так что вообще особо никого не было они может быть пересменка было ли еще что-то это не показатель того что так как получилось у нас также больше не обязательно нужно теперь ночью братья это это мне кажется просто удача может быть да просто какая-то удача я отоспался в аэропорту потому что мне куда идти было я не бронировал не отели ничего то есть сидел в аэропорту очень очень страшно самом деле мне было потому что очень много всяких бомжей это очень проходной аэропорт в тихуане бедный аэропорт какой-то и я так вот скрутился в лег спать проснулся в 5 утра и пошел на границу вызвал такси который там был там сразу ты выходишь ты видишь это белый тебя будут просто вообще как ну не знаю вот кинь семечки голубям они тебя будут просто так самостоятельно таксист под подъезжает и спрашивает куда и ты просто говоришь ну там америка я просто горел америка и все показал на карте америку и они уже все все знают то есть куда те вести надо вот я если подожди ты сразу прилетел и сразу сказал все мне в америку ты не да то есть я пять часов поспал аэропорту и сразу сел в такси поехал на бордов центр я даже ничего нет спался и времена я был четыре дня я провел хорошие четыре дня у меня есть влоги как я снимал там по пляже гай гонял довольны все дела ну как говорится ну что делать молодец молодец я на самом деле вообще даже понятия не имею как у тебя вообще стрел твои видосы такой довольны такого смотрите знаете я когда прилетел я вообще ну реально я извиняюсь я на очке таком был я реально я просто такой ну я очень сильно как-то переживал этот момент и мне нет я был на клубе я был миг к сити в тихуане но для меня это было как будто момент вообще особо ничего не рассматривал меня в голове было то есть то что я сейчас пойду и буду сидеть в общем приехал я на границу я в общем не знал куда как идти я шел за толпой и видно было то что очень много машин проходит и люди и я иду я такой останавливаться был старый бордер-центр это был старый бордер-центр и как я уже понял я достал все свои документы то есть паспорте дела что уже вижу офицер подхожу и я не знал как я даже не мог нормально звучи заучить как сказать они плыть колоссалом ну типа знаешь я написал на бумажке айм фоми украин они полыть колоссалом и показывал то есть я подходил к офицеру бумажка документную погреби уже и он начинает объяснять я уже потом помню что видео смотрел в ю тубе и люди рассказывают что есть два как бы и старый есть новый и он не отправляет горит через мост куда-то то есть вон иди за людьми и ну я ладно вода у меня такую я понимаю думаю так а может еще не поздно и ну как вы знаете может не надо это все ну как вы можете мексика ну и в общем я пошел естественно и была такая спиралька была очередь я в эту очередь не стал дожидаться я так вот типа и знаю как будто в персона вот это вот я пошел короче подхожу к офицеру и тоже даю им и вся та же самая процедура они берут они это как будто знаешь нормально для них то есть ним каждого спросил тебя где твоя виза то есть он еще ничего не спрашивал он то есть он он просто посмотрел и говорит hold on ну подожди вот здесь взять это еще и я хочу идти он туда и туда и такая ну все 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 постелил курточку под жопу сижу такой все жду прошло примерно 30-40 минут после чего меня позвали типа ты давай скажу что возле меня сидела женщина с четырьмя маленькими детьми в принципе больше никого не было и были была очередь которая обычно проходила по по гринкартам какие-то знаешь по работе не знаю то есть особо беженцев при мне прям не было давай еще раз повторю то что нужно типа то что то что обычно говорят когда в случае если хотят попросить политическое убежище выражение такое i'm afraid to return to my home country i'm asking to asylum то есть я боюсь возвращаться в свою страну я хочу попросить политическое убежище ну с другой стороны можно всегда прочесть можно все прочесть в общем меня позвали заходишь то есть там сразу несколько столов кто кто проходит эти контроли все делал есть первый стол где тебя сразу подводят первый столик и он начинает сразу короткую информацию имя фамилия откуда ты почему бежишь и что-то еще и я не понимал абсолютно английский он пользовался переводчиком гуглом и в чем прикол знаешь когда переводишь с английского на русский вот под английским там прям написано по моему прочитание по моему как правильно говорится типа как трансрипция да как твои дела или как тебя зовут вот так вот именно он читал как бы офицеры были какие-то слишком довольны они смеялись не ржали между собой как меня тоже это впечатлило я то есть я реально прошу политическое убежище мне не смешно они между тобой обратно но мне напомнил это сразу фильм полицейская академия когда они все-таки какие-то многонациональные и такие сфинопозитивчики и у вас обрала завтра да да ну слышал какая сейчас последняя ситуация по поводу очередей до слышал на данный момент говорят что теперь а трамп изменил законы и теперь ты не можешь прийти попросить политическое убежище и чтоб ты ждал нет судья уже отменил это этот закон судья из калифорнии он отменил эту тему поэтому люди до сих пор ждут единственная только срок ожидания сейчас от двух месяцев до 3 до самого тихуана он самый долго долго ожидаемый потому что да все больше всех едут что у тебя было дальше то есть после того как ты пообщался с офицерами расскажи как ты попала в этот сам бордер центр на вот и там встретил что для первых впечатлений а я по-прежнему боялся и я зашел они сразу сказали скинуть все свои вещи они проверяли все сумку то есть у меня был единственный рюкзачок были подштанники джинсы они заставили джинсы от не снять только в одних штатах сказали быть а снять кофту в одной футболке остаться все детально проверяли вообще там присесть заставляли все абсолютно то есть проверял мужчина то есть там где надо потрогать в мужские органы он проверял мужчина естественно ну да я тоже помню что то даром грубо говоря там касается до касается все трогай да скажу что сразу они сказали снять шнурки из-за тебя сразу не снять шнурки сказали сидеть ждать я посидел подождал потом они меня позвали и дали бумажку от моих вещей и все и сказали иди за ними я пошел с какой-то компанией людей я не помню на скале несколько человек было ты заходишь и прям идешь из одного бока по улице там чуть-чуть проходишь в другой такой маленький такой знаешь домичек вообще и так классно ты идешь видишь там калифорния то есть люди где-то ходят гуляют через забор и ты да ты чувствуешь думаешь да вот же уже вот же ты же вроде как на территории америки да но опять же они не пристегивали тогда еще да просто идешь до заходишь опять чемодан еще я помню тащил по он даже сказали то что тебе да 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 я прям он сам говорит давай тащи да ты сдаешь по новой тебя по новой все проверяют и потом когда те проверили тебя присаживайтесь три колонки первая колонка обычные там обычные люди второе это уже инвалиды 3 колонка дети меня посадили нас я точно помню нас было 18 человек из них 16 испаноговорящих то есть латиноамериканцы один был по-моему или филиппин что-то ворди за это и я единственный русскоговорящий и я тогда уже понимал что насколько нас здесь мало то есть сидишь я ждал примерно 45 часов с того момента пока спросят мое имя фамилию полностью еще раз пока сделают копию моих всех документов отпечатки пальца каждого пальца две руки рост вес при этом пока ты сидишь 4 часа тебя кормят у нас даже покормили два раза если не ошибаюсь после этого как ты все сдал тебя попросят пройти за офицером ты проходишь маленький кабинет в комнатку такую и ты берешь матрасик как для йоги и дает фольгу и я конечно уже такой понял что все серьезно все очень серьезно и давай горит проходить и то есть идешь по коридорчику здесь здесь кому-то здесь кому-то и везде глаза вот так вот так вот лица вот так вот знаешь смотрят там смотрят там смотрят смотрят и я захожу там переступает через человека через ну то есть место абсолютно не было и я только захожу и сразу русский я такой да и давай сюда варит я такой варит я какая-то даже радость уже я здесь не один я уже за нашими то есть нас это были нас было 5 человек из них ни одного русского не было был калмык был узбек я хохол кыргыз и татарин вот я сразу начал спрашивать про прогнозы как что происходит то есть первые действия первые два дня вам дают отдыхать это в основном бывает что сразу интервью будет бывает что не берут меня взяли на третий день интервью уже спрашивали было около 80 вопросов и уже полтора часа интервью было с переводчиком днем или ночью вечером я ночью меня помню то мы не поймешь да нет я помню точное время это было примерно 9 вечера до 9 10 вечера это было в этой комнате нет абсолютно не часов и не свет ни живого света то есть ты сидишь просто в пространстве и ты не знаешь сколько время но опять же ты просыпаешься ты не знаешь сколько время да ты идешь ли завтракать или обедать и тоже этого не понимаешь или ужин то есть ты как бы уже понимаешь это уже когда тебе дают кушать и уже по идее смотришь на сегодня шанс чизбургер да да скажу то что вот это интервью которая была на борту центре она ничего не решает то есть она по этому интервью как вы волновались волновались рассказали рассказали может что-то забыли за волнение она не приносит решение то есть вас не будет сразу депортировать обратно да все верно но знайте ребята то что это интервью будут использовать против вас в суде очень важно все то что вы наговорили в начале может где-то там волновались что-то как придумали что-то там на ходу да все это будет использовано против абсолютно все потому что будет когда вы зайдите в детеншн центр спустя еще 2 3 четыре недели будет второе интервью и 2 интервью будет абсолютно те же вопросы и они будут сравнивать по первому который по второму и все ли у вас хочется если у вас уже с каждый либо уже будут вопросы как так то есть у вас есть а значит вышли ты думаешь что-то придумали что ты так то есть нужно уже изначально гористом не те же как бы причины. Второе интервью называется credible fear. Да, где вы сдаете интервью и ждете, если не ошибаюсь, два дня, да? То есть на аппрув или не аппрув? По-моему, даже недели. Ты даже неделю ждал? Ну, у меня все, я все долго ждал. Да, я, честно... Ну, может быть, неважно. В общем, через какое-то время тебе дают ответы и они принимают решения. Да, в течение недели дают ответы. То, что у тебя есть обоснованные опасения. И у тебя есть право на опрошение политического убедаща. Да. Тебя вызывают айс-офицер, якобы айс-офицер, это не твой айс-офицер. Нет, это не айс-офицер. Это не айс-офицер? Я уточнил, Димона, это не айс-офицер, это иммиграционный офицер. Айс-офицер это тот, кто хочет выгнать. Иммиграционный офицер это тот, кто решает все эти основные дела. Окей. Тебя вызывает иммиграционный офицер, присаживайтесь и показывает бумаги, показывает ваше интервью распечатанное первое, второе интервью, ваши отпечатки все что вы были все вопросы которые были заданы и все ответы которые вы ответили все записывается и просит вас подписаться и говорит о том что да вы мы вам верим вы имеете право прошения на политическое убежище вы будете рассматриваться в суде и у айс офицера на этом этапе очень много вот испаноговорящих мексиканцев их отсекают и они просто через время потом уезжают очень-очень сильно мне кажется я не хочу врать но примерно 70 80 процентов сразу отсекаются мексиканцев очень много сразу депортируется сколько ты провел в дней в этом бордер-центре 5 полных дней 5 полных дней то есть до 5 полных дней и там на 5 и там уже по-моему даже утра до нас всех забирают да когда да ну да у нас всех утром на пятый день утра меня вызвали то есть это по-любому заходит человек со списком кстати хотел давай скажем о том что приходят по мы проверяют четыре раза заходят в комнату идет проверка по фамилиям четыре раза в этой в этом бордер-центре да да то есть заходит офицер со списком и называет 30 человек 40 человек фамилию все сидят фамилию назвали встал на миллион звали встал на миллион звали встал и так когда идет пересменка каждые восемь часов то естественно приходит проверка кстати хочу сразу сказать в кратце то что в период когда я был находился бордер-центре где 5 дней только русским очень проявлялось уважение то есть момент потому что у нас убирались один или два раза в день когда мы убиралась она во все забирать все ковры все фольгу все забираешь собой идешь на кухню в столовую кушать и когда возвращаешься все вот эти миксы которые бешеные они быстро занимают вип места вип места это в уголку не возле параши не под кондише нам где-то тепленькая то есть вот и наш русский уголочек никто никогда не занимал многие помню приходили вспоминали что что русские там сидят не отходили и это это я точно помню то что никто даже не смел кормили нас три раза в день что урена утром было бурита с соком сандорик днем был чизбургер сандорик и при этом давались какие-то морковку немножко маленькие да типа овощи морковочку и сельдерей сельдерей да и вечером у нас было по моему опять же бурита до бурита любили бурита бурита кстати она был практически без мяса она была картошкой вареной и бобы и немножечко яйцо немножечко яйца да вот потом тебя перевезли в аризону до меня перевезли в аризону если не ошибаюсь сан сидра до сани сидра сани сидра а как там не это мир тоже пробыл тоже пять дней хочу сказать о том что в сан сидра я поехал только с одним казахом и из моей комнаты то есть мы нас было два русскоговорящих на целый автобус там 20-25 человек по пути в саны сидра мы заехали в еще какой-то бордер-центр подобрали индусов и поехали дальше как только ты выходишь на улицу тебя сразу опять чистят кандалы наручники к стене очень много мексиканцев плакали я смотришь они реально хватит и многие мексика особенно те кто едут с женами и когда вот это из бордер-центра забирают тоже женой к примеру и они видят как жену тоже там ведут на девушек тоже до зима на всех вещей до всех никогда видят что на них вешают тоже кандалы и они но тоже эмоционально это все воспринимали это же естественно там все рыдали хочу подвидеть что мексиканцы уже 18-летняя уже с детьми приходили на бордер-центр хорошо посадили нас в автобус автобус был специально защищен рамой специальной решетками и как все было то есть из 3 отделения в этом автобусе у нас было ты заходишь идешь там в середину вас рассаживают закрывается второй отсек для девушек и закрывается уже и там где водила сидят а вот уже конец января был когда я уже переезжал и днем ужасная жара то есть едешь по пустыне духотень кондиционер не работал он работал ужасно и я помню то что я ужасно хотел пить обращаясь к водителям то что офицер через две решетки да то есть я говорю я хочу пить ну я показываю они говорят смотри назад иди пей да там кстати туалет сзади сзади был туалет и был бочонок вот нажимаешь на кнопочку и будет вода я да я понятия не имел как я должен был пить и ну я в кандалах вот 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 вас вот ваш максимум ваш привязывают пояс вот так все вот что ты можешь ты ничего не можешь то есть ты вообще хочешь переходишь шажочками маленько я подключил пацанов я ребят давайте пить у нас вообще все реально у нас мы едем по пустыне и всем пить хочется и давайте пацки мы все по очереди командная работа была один держит один держит другой нажимает третий пьет все так по кругу вот так весь автобус это было как бы как-то сработано было ужасно жарко мы приехали 4 часа ехали приехали примерно мы в обед и я помню то что я зашел в свой юнит примерно в час в два ночи на заставляли очень долго ждать то есть если вы идёте сутки ждал и да то есть если вы идете таким путем готовьтесь набирайтесь терпения готовьтесь просто ждать просто ждать там перегоняли нас постоянно в разные камеры и тона маленькая там вообще вот так вот все стоят и причем при этом примеру в этой камере есть тупо вот просто стены примеру 2 бетонные лавочки и есть просто чуть ли не по центру вот просто свой возле стены туалет и ребята иногда некоторые то есть ну который вообще уже прижала и по большому там то есть уже вставали как бы стеночкой небольшой и просто как бы вот особенно индусы я помню благо мне как бы не ничего нормально но ты индусы я помню они закрывали своих и вот это гадилось все маленьком пространстве при всех на какой день у тебя после того как ты приехал на какой день у тебя было кредит был фир интервью спустя четыре недели на пятую неделю у меня уже было это интервью это меня разбудили в 4 30 утра разбудили говорят интервью разбудил офицер открывает камеру будет горит интервью интервью и такой окей собираю вещи и давай говорит погожди все ты ждешь разрешение что тем можно выйти что нет красных нет оранжевых нет девушек в коридоре тебе открываю дверь ты выходишь из юнита это уже знаешь куда идти в интертак куда им так бы есть юниты которые закрыты между ними этими юнитами есть свободные площадки где можно передвигаться эти с площадки используются разными цветами одежда то есть есть красные которые там что-то натворили там есть желтые то девушки есть синие там и вот новопришедшие зеленые там кто повторно пришел и оранжевые да и соответственно некоторые цвета между собой не пересекается поэтому ты иногда ждешь пока тебе дают зеленый свет и ты потом пошел даже больше скажем то что нам можно было пересекаться только зеленым зелеными и оранжевыми нам оранжевые не завод почему но мы же с ними работали вот именно а в коридорах нет и тебя идут в интег опять заводят в комнату ты опять ждешь я уже лег спать вы знаете вообще абсолютно никакого волнения абсолютно не было перед этим 3 я настолько спокойно чувствовал очень многие ходили так ходили нервничали я просто понял что нужно еще два часа валяться я просто не стал терять время лег спать не терять не опять будет на том что нужно кандалы и опять наручники опять к поясу и все по новой процедуре одевают обувают становишься на коленке тебя так вот и давайте грузит фургон на загрузили фургон нас было 8 человек и мы поехали мы едем по трассе ехали примерно 30-40 минут в другое здание то есть это короче происходит в другом городе и примерно по времени сколько это 30-40 минут мы ехали на фургончике сколько времени было самой интервью около полтора часа тоже каким видом спорта ты там занимался вообще в детеншем центре да в основном я играл баскетбол там час или чемпионате но это скажу то что это был не баскетбол это было какой-то UFC баскетбол это абсолютно никаких правил не было и играл еще футбол с ребятами вот вот а так принципе настольные какие-то и да вот еще еще теннис еще пинг-понг я вообще пинг-понг полюбила научился играть пинг-понг там и там вообще начинаешь просто рубить и нравились очень шахматы научился играть в шахматы у меня есть спонсор у меня был спонсор который за меня заплатил deposit и я спонсор это человек который для тех кто может быть не не поймет вот этот человек который поручи поручительный поручить надо просто поручить который поручается за тебя на территории сша поручитель живет в нью-йорке и естественно созвонился с ним с этим поручителем и поручитель выслал мне книги те которые я принципе просил отправляли мне экстренной почту секс-экспресс то есть это два дня и почта уже приходила опять вызывает вентек ты приходишь подписываешь горючок книги единственная книги должны быть без твердого переплеток у меня два раза я просил свою книгу она была с твердым перекрыть переплетом и она не отрывала нет у тебя твердый переплет только потом я уже что-то как-то сам видимо доехал и я говорю извините дайте пожалуйста мне эту книгу сейчас в руки я хрязь просто так отрываю просто картонку вот так пойдет она да так пойдет кстати очень важно то что если хотите как-то учить английский просматривайте телевизор даже если вы абсолютно ничего не понимаете смотрите фильмы включайте радио потому что когда ты заходишь я дают радио такое маленькое радио вообще то есть радио прозрачное то есть видно сразу плату и там ничего не переделаешь и не спрячешь здесь видно плату дают одноразовые такие наушники самые вообще дешманские либо же ты можешь комиссарий купить комиссарий это магазин который ты можешь сказать через планшет либо что в комиссарии можно сказать вакуумные наушники там по моему 10 даже 10 до даже 10 до что там вы даже новый хороший плеер типа но не плеера радио какой-то кнопочками и с часами она стала по 32 доллара комиссария приезжает два раза в неделю по моему вторник-четверг вторник-четверг заказ нужно сделать за сутки за два дня за два дня за два дня ты делаешь через планшет после кредит был пир у тебя была встреча с айс офицера вот очень важный момент в течение четырнадцати дней вы должны встретиться своим айс офицером и обсудить дальнейшие как вообще дела это встреча у меня произошла у меня лично произошла спустя ровно два с половиной месяца я два с половиной месяца никак не мог встретиться своим офицером я писал множество реквестов запросов дорогие офицеру так и так его что с моим делом и он отвечал то что вы на рассмотрение вина рассмотреть все неписал не от ни отрицательно и положительные момента он писал просто быв вы как бы вы в рассмотрим то есть ты просто ждешь и опять ждете ежедневно ведет на работаю приходит работы на работу с работы и ты ждешь ты ждешь и если айс офицер не приходит до обеда посещать тебя в твой юнит то все день 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 насмарку и вот был момент то что пришел айс офицер первый раз я не знал даже как он выглядит я увидел я но я в шоке потому что вау это он при том хочу сказать то что перед тем как увидеть своего офиса офицера спустя два с половиной месяца после интервью я сменил три юнита то всем путешествовал по камерам то есть уже путешествовал по юнитам и в самом последнем я уже встретил бы спросил у него тоже пару вопросов на английский был ужасный был человек который более-менее общался английском он был нашим переводчиком как обычно то есть это у всех так нормально вот и он ничего нового мне не сказал сказал то что окей жди то есть то же самое то есть я ну смысле жди чего ждать ты просто какой-то сидишь надежды все ты ждешь ждешь в итоге расскажу как была у меня ситуация пошел вирус по нашему юниту в нашем юнити жили жила уже 80 человек тоже другой пошел вирус на кто-то заболел на ветрянку кто-то заболел ветрянкой видимо и начали проверять абсолютно весь юнит потому что если человек не болел ветрянкой и в возрасте уже да там 30-40 лет он начинает болеть это может очень плохо сказаться по здоровью вообще может человек умереть если человек умирает в детальшем центре то это просто потом вот что будет те же два-три дня нам сделали абсолютно карантин на ярду когда выходили гулять ни с кем нам перед не давали пересекаться то есть все нас изолировали на работу не пускали все ты сидишь приходят медики сразу там 45 человек и сразу берут все кровь с вены а в итоге у меня нашли о том что я не болел ветрянкой меня изолировали в одиночную камеру с мексиканцем то есть в ночь на то есть идет такая же обычная камера только другие уже условия перед тем как меня изолировали в одиночку из-за того что не болел ветрянка я встретился с офицером и он сказал то что вы на рассмотрении и сейчас я вам в течение недели дам ответ дам вам бонд то есть под залог выйти или не дам или вы будете ждать решения суда проходит неделя ни слуха ни духа я уже начинаю нервничать опять пишу реквест дорогой офицер что-то за дела не забывай как бы дай меня перевели но еще здесь и проходит еще 3-4 дня и он вызывает и он начал мне нравится то что они все на юморе он такой но оврит на нанатушку лень подкалывает то что типа я с маской был то что могу болеть и он говорит так все хорошо подписывай я даю тебе бонд на выход в семь с половиной тысяч долларов если ты считаешь что эта сумма большая и ты хочешь попросить у суда пей на пересмотр чтоб те сумму сумму далее ниже но это надо подождать месяц-два то подпиши здесь и мы еще подождем я да нет все четко четко давай давай знаешь как будто жесткий шаг я подписал все отлично он говорит все мы тогда как только оплатите сразу вас и как бы выпустим и примерно наверно дня четыре еще я ждал пока оплатят и как только оплата прошла спустя два часа после оплаты заходят со мной дают пакет собирай на выход что ты считаешь важно для того чтобы собрать кейс вообще и какие какие нужны примерно доказательства там и так далее и тому подобное хочу сказать про свои ситуации то что у меня абсолютно не было никаких доказательств то есть я у меня нас настолько не хватило времени что я вот просто с чемоданчиком с обычным рюкзаком двое трусов двое носков все я полетел здесь я прихожу у меня нет абсолютно ничего никаких доказательств умею столько моей истории которые рассказал очень часто мне пишут в комментариях как раз об этом то что а если нет ничего и вообще в принципе по факту если человека что-то прижало что-то случилось то теоретически ему надо бежать и прямо сейчас вообще оставлять все и просто сваливать не собирать какие-то доказательства так так есть и так на самом деле есть то есть во время того как ты ждешь своего суда или офицера есть компании которые помогают по твоему кейсу находить подобные дела в твоей стране то есть какая-то социальная такая помощь для иммигрантов я просто хочу сказать то что у меня не было не абсолютно никакой бумаги абсолютно никакого подтверждения никаких доказательств это не побоев то есть я пришел как голливудская звезда снова причуха на так и все как бы и как видите я на свободе дали work авторизации дали сошел и теперь я жду просто даты суда на свободе хочу просто отметить согласись ты везунчик я везунчик как бы да и давайте отметим то что то есть я литья был там суд до него но не известно как это прошло это может быть но опять же не обязательно имейте такую папку документов доказательств что это будет только плюсом но если нет это не значит что все нет вариантов есть варианты опять же хочется сейчас повторить ни в коем случае это не призыв к какому-то действию за люди люди начнут там как-то это все коверкать и так далее и тому подобное тем более мы сейчас находимся уже на этой территории нам в принципе запрещено об этом как-то сообщать и как-то типа там агитировать и еще что-то просто просто рассказываем свою историю вот и более сегодня слава поделился своей историей я в принципе всего лишь на три дня позже до пришел в бордер-центр я пришел в ту же каморку в ту же комнату и мне сказали что было до этого украинец я встретил тех же ребят каргызов которые понимаете раме я бы ты как раз пришел в тот день когда я уехал возможно возможно верить как они то есть я попал прям в это же место то говорят вот был такой слава украинец молодой и потом только когда представляете мы нас сперва в аризону поехали каргызов мы потеряли все ну то есть их тоже повезли в другое место и потом в дальнейшем мы встречаемся вообще в таком и вашингтон штат вашингтон и вспоминаю что вот было там так там то там то мы сидели туда тут а и потом еще когда вот забегает перед когда мы все вышли мы вообще списались все все вместе и сейчас у нас есть своя группа до общаемся созвонили вахиджон алтенбек всем привет как бы большого салам весь прикол в том что из всех штатов всех штатов америки у нас именно кинули в один как бы да да то есть фантастическая какая-то совпадение совпадение не думает я надеюсь вам понравилось это интервью я в принципе уже сейчас подготовил очень много материала но не связано уже с иммиграции потому что мы живем уже целый год здесь на территории америки сша и в принципе готова уже что-то показать новое не владеем той последней информации которые владели до этого как мы сразу вышли на каждый комментарий он ответит что пишите ему в instagram он очень активный в этом или задавайте вопросы мне тоже instagram по возможности будем отвечать да только ребята адекватные пожалуйста не надо задавать вопрос как переехать в америка это это вопрос я считаю неадекват сразу хочу забежать вперед никакой поддержки то есть плане написать кейс или еще что-то естественно никто не занимается и не ну не надо даже об этом писать спасибо большое что посмотрели это видео ставьте лайки пишите там комментарии колокольчик ставьте там все остальное мы будем радовать дальше очень хорошим качественным контент что до скорых встреч ребят пока